В конце 90-х каждый поклонник компьютерных и видеоигр знал места, где можно достать тот или иной диск подешевле. Пускай и не фирменный, но довольно аккуратный пиратский. Например, в Москве это легендарный радиорынок на Кузнецком мосту, с его бесконечными палатками с нелегальным стафом. Для меня же, как жители Новосибирска, вся игровая продукция так или иначе была связана с магазином без названия, который находился с торца местного отделения милиции. Там можно было купить как диски для ПК и Плейстейшн, так и картриджи для Сеги или Дэнди. Кроме копии всемирно известных хитов, можно было найти такие экзотические игры, как Metal Gear Solid для Сеги. В 97-м году нужно было сильно постараться, чтобы не встретить на прилавках такую игру, как Возрождение. Ну вы все ее знаете, это Fallout. За величественным названием скрывалась игра, разработанная студией Black Isle и изданная за рубежом компанией Interplay. Рассказать о том, как она сносила башню всем старшеклассникам и студентам тех времен, значит не рассказать ничего. Интересный, доселе невиданный мир, вдохновленный романами на берегу Невилла Шута, Я легенда Ричарда Мэттисона и такими фильмами, как Парень и его пес и Безумный Макс. Самобытная ролевая система Special, созданная специально для игры и конечно же персонажей и их истории. Fallout было очень уютно, пускай и происходили здесь порой вещи не очень лицеприятные. Игра стала классикой по всему миру, но для постсоветского пространства она имеет куда большую ценность. Удивительно, что игра, никак не относящаяся к России и странам СНГ, стала культовой для их жителей. Но это факт. Для людей, игравших в игры еще на DOS, Fallout был одним из любимейших ролевых развлечений за все время. И неудивительно, что некоторые из них, когда выросли и стали сами разрабатывать игры, захотели сделать что-то подобное. Помимо таких мемов, как «Можно убить всех в деревне» и «Бесшовный мир», у отечественных разработчиков в грезах было создание так называемого «русского Фоллаута», чтобы с изометрией, пошаговым боем и тонны текста в разговорах. Но была одна загвоздка. Дело в том, что Фоллаут, пускай и стал культовым, после второй части исчез с радаров, так как особо прибыльным серию назвать было сложно. Дошло до того, что издательство Interplay разорилось и закрылось, как и Black Isle, сотрудники которой разбрелись кто куда, а самые преданные возвели на ошметках старой студии новую – Obsidian Entertainment. И здесь встает вопрос – это российские издатели были настолько недальновидны, что не давали денег на создание такой игры изначально, или все же сами студии не могли вразумительно описать, чего они хотят? Но неважно. Несмотря на все мечты о нашем Фоллауте, отечественные студии зачем-то создавали такие хиты, как «Предтечи» и «Рандеву с незнакомкой». Наступил 2006 год. Режиссеру Энгу Ли дают Оскар за фильм «Горбатая гора». На Евровидении побеждает совершенно неожиданно рок-группа «Лорди», а в «Матушке России» огромной популярностью пользуются гоблинские переводы. Бывший оперу-полномочный Дмитрий Пучков уже вовсю трудился на благо Родины, преподнося нам зарубежные шедевры кинематографа с так называемым «правильным переводом». Популярность же Дмитрию Юрьевичу принесло другое дело – смешные переводы тех же самых фильмов. Но до всей этой истории с кино Дмитрий писал об играх. Сначала на сайте quake.spb.ru, а с 1998 года публиковался в профильных журналах, таких как «Навигатор игрового мира» и «Страна игр». Там он получил признание со стороны читателей, так как писал в своем авторском стиле не похожим ни на чей. Болел в кобычках гоблин в основном шутерами, в частности игрой от Ифт Софтвер Квейк. Его заметки и руководство по кваке достигли такого объема, что немного подредактировав их и собрав воедино, получилось издать целую отдельную книгу под названием «Санитары подземелий – Deathmatch Quake». Время шло, и когда фильмы в переводе «Гоблина» стали показывать даже на телевидении, о том, что Дмитрий популярен, не стоило даже спорить. В игровой среде бывший опер был как у себя дома, так как участвовал в локализациях таких игр, как «Горький 18», «Серьезный Сэм. Второе пришествие», «Дюк Нюкин Манхэттен Проджект». Также иногда он любил немного пописать текстов и к отечественным проектам, например, игре «Шторм». И вот в 2006 году выходит новый проект, разрабатываемый внутренней студией 1С, контролируемых Дмитрием Пучковым «Санитары подземелий». Главный герой, по кликухе Кабан, в составе разведывательно-диверсионной группы «Упырь», обязан десантироваться на планету тюремного типа «Матросская тишина». Согласно разведданным, тамошние зэки построили нечто похожее на космический корабль и собираются покинуть казенную планету. Цель – обнаружить и уничтожить космический объект. Ну и, конечно же, путь главного героя будет крайне тернист. Антураж, в котором шли разработчики – это тюремная романтика. Так как вся планета наполнена различными мразями, которых в пожизненное заключение отправили на матросскую тишину, то вопросы про мыла со стола или хлеб с параши приходилось слышать чуть ли не на каждом шагу. А так как «Санитары подземелья» – это игра ролевая, то отвечать на такие вопросы приходилось нам. Более того, если себя неправильно повести в том или ином разговоре, нередко на экране всплывала табличка с информацией о том, что кабан до конца жизни мыл толчки и выносил параши, а похоронен нынче под пятым крестом от помойки в сторону паровозного депо. Кроме диалогов и выбора в них, в игре были и другие элементы жанра. Например, создание персонажа. Оно было не таким гибким, как во многих других играх, но один-два билда создать было можно. Кроме основных показателей, вроде силы и ловкости, можно было прокачать умения владения разного вида оружия, медицину, торговлю и прочее. Также давали выбрать особенность, которая давала бонус того, как вы хотели играть. Например, навык «Оружейник» на десятку улучшал навык ремонта оружия, хотя и давал штраф на пятерку для ловкости рук и навыков разведки. Выполнена игра была в полном 3D, с изометрической камерой. Бой был не пошаговый, но с активной паузой, которую можно наблюдать в таких играх, как «Dragon Age» или «Nights of the Old Republic». Со временем у кабана появлялись братки, и игра превращалась в уж совсем классическую партийную RPG. После своего выхода игру признали во многих игровых СМИ. На «Game Land Award», проводимой журналом «Страна игр» и издательством «Game Land», санитары подземелья забрали себе два приза – лучшая отечественная игра и лучшая отечественная RPG. Также на конференции разработчиков компьютерных игр 2007 года санитаров тоже отметили как лучшую ролевую игру. Рецензии были положительными. Например, на сайте ag.ru игре дали 80%. В том же году похожих чисел стали достойны The Elder Scrolls IV Oblivion, Gothic 3 и Neverwinter Nights 2, что, как ни говори, но уровень. Игроки же встретили игру по-разному. Одним она очень понравилась, другие её возненавидели, но равнодушных, пожалуй, не осталось. Всё-таки сеттинг был крайне спорный и на любителя. Не каждому нравятся шутки про туалет «Ромашка». Также местная организация сюжета не позволила авторам напихать в игру много персонажей женского пола. Откуда вытекли шутки про разного рода, кхм, плоские утехи между двумя мужчинами? По количеству диалогов с темой однополой любви и опасности главного героя перестать быть мужчиной, санитары подземелья могли серьёзно поспорить с последними играми от BioWare. Ко всему перечисленному хотелось бы ещё добавить тот факт, что ко второй половине игра попросту сдувается. Интересных квестов практически нет, а впереди одни лишь бои, что с перекачанным главным героем смотрится не как вызов, а как обычная рутина. Получить на титрах эмоции о победе невозможно, а скорее облегчение, что всё это закончилось. Санитары подземелий продались неплохо. Заходя в палатку за очередным переводом Гоблина, на стенде с играми ты мог увидеть известный логотип и с восхищением приобрести диск, на что и рассчитывали в 1С. Игру промоутили именно как игру от Гоблина и никак иначе. В итоге фанаты Гоблина, которых конечно немало, купили игру. А несведущие игроки попросту прошли мимо, так как это была очередная русская игра. А ведь она была совсем не похожа на остальной ширпотреб. Изометрия, активная пауза, лут, квесты, диалоги, самобытный мир. Всё это было сделано на неплохом уровне. Чёрт возьми, это и был тот самый русский Fallout, о котором все так мечтали. По игре было предельно ясно, что больший процент разработчиков явно и адепты американской игры про постапокалипсис. Если бы в рекламе упор был сделан на немного другие вещи, то возможно в неё поиграло бы больше людей. И тема «Сделать наш Fallout» была бы закрыта. ПОСПОБИЛЬНОЕ В樣, Продолжение следует...